Парящая колонна. Куда собрались мы на ночь глядя? Так это на глядки. А что глядеть сегодня будем? Так это на колонну, которая находится в Индии, а именно в так называемом храме Ля Пакши. Ее описывают следующим образом. В храме находится 70 колонн, но только одна из них больше всего приковывает к себе внимание. Эта колонна как будто висит в воздухе и не соприкасается с землей. Поэтому она вызывает такой ажиотаж вокруг себя. Никто не может найти данному явлению объяснения, но благодаря этой колонне туристы с удовольствием посещают храм. Говорят, что этот священный храм построили в 16 веке, но найти доказательства о том, что это действительно так, не удалось, поэтому остается верить на слово разным источникам и информации. Колонны храма были сделаны из базаита и гранита. У нас же это вызывает необъяснимый восторг и непонимание, как гранитная колонна, весом больше 100 тонн, а в высоту более 6 метров, висит на потолке уже столько лет, до сих пор не обрушившись. Конец цитаты. Чем там часто возражают, что там арматура или вот свеженький комментарий, она крыши перевенчана? Иногда люди пишут в таком стиле, будто на коленях упрашивают не думать и не рассматривать. А почему не рассматривать? Сама колонна – произведение искусства. Как сделали? Говорите, в 16 веке армировали ее? К потолку привенчена? А какой у нее вес? Тут целый пласт информации. Как древние строители колонны делали и как вообще их передвигали. Да и вообще весь комплекс грандиозный. Нам же пытаются внушить, что там ничего интересного нет и ни над чем думать не надо. А я заверяю, что смотреть нужно научиться. И тогда вы даже рядом найдете множество чудес. По самому же эффекту парящей колонны ребята поделились фильмом индийского исследователя про Вин Махан, где человек просил просунуть полностью полотенце и оно в конце застряло. Сама же версия везде описывается так. В 20 веке британское правительство проводило некоторые работы в храме Липакши. Ну, там пол, наверное, заметали. Пыль протирали с базальтовых и гранитных блоков. Паутину. И тут бац! В голову идея пришла. Давайте-ка удалим одну колонну. Идея всем понравилась. И все тут же бросили свои метелки, швабры. И принялись все выталкивать и выбивать. Вокруг собрались местные аборигены, покачивая головой. Какие же все-таки британцы работящие. Но удалить без разрушений рабочим не удалось. Но еще бы. Мне вообще удивляет, как такая идея может прийти в голову и имеет ли вообще под собой такая версия правду. Или все же нет. Ведь при наклоне объемной колонны верх бы задирался. И осомневаюсь, что британцы такие идиоты и самоубийцы. В общем, качество столба настолько впечатлило британцев, что в конечном счете, краснея и извиняясь перед местными, они решили сохранить древнее наследие. Тут, значит, выходит главный духовник храма и говорит. Расходимся, расходимся. Видите же, что гастрольные клоуны устали. Концерт на сегодня окончен. Говорят, ее выбивали, но следов ударов на колонне нет. Может, машину выдергивали? Это вполне возможно. В итоге получается, что колонна просто чуть под наклоном. Оказывается, нет. Сама колонна действительно не касается пола. А вот, собственно, удачный ракурс. Видим, что она на чем-то стоит. Кто там будет, обратите внимание, в какую сторону она наклонена и через какой край просовывают полотенце. Так это все по колонне? Нет. Сама колонна напоминает мне так называемые стеллы Аксума, которые я прозвал макетом небоскребов, так как на них изображены действительно этажи. А ведь стеллы датируются первыми веками нашей эры, по новодельному календарю. Сами сравните стеллы с колонной в Индии. Но только колонна в Индии держит потолок, ведь это часть здания. Может, стеллы тоже колонны? И пускай вас не смущает, что большинство стелл колоннами не могут являться, так как они с закруглением. Есть там еще две самые большие. Одна так называемая стелла была завалена, и верх ее, как источники гласят, бесследно исчез. А вот вторую разрезали на три части итальянцы и увели с собой в Италию. Непонятно, правда, зачем. Так что, если предположить, что такие монолитные гиганты это не стеллы, а колонны, то тогда понятно, почему одна завалена была, вторую похитили на время итальянцы во времена Второй мировой войны. Рядом напихали более мелких, чтобы туристам рассказывать, как голосраки индейцы молились божеству. Хотя сам факт такой большой колонны в те времена отбрасывает все сочинения об отсталости. Это была статья «Пули снегопада». Текст читала Юлона Стоянова.